В общем-то, у вас прошло буквально несколько секунд, а у нас много часов, потому что мы покушали, поспали, нашли место, где припарковаться, и теперь идём до метро, чтобы поехать в центр города. Свои впечатления я о Москве, я ими поделюсь с вами чуть позже, они уже есть, первые впечатления, а пока буду рассказывать, что будет происходить у нас, что мы будем делать сейчас. Во-первых, по ситуации, очень жарко, так же, как и в Питере, что удивительно, хотя, считайте, как бы такое расстояние, сколько, 700 километров, но лето продолжается на севере и в средней части России, поэтому это очень хорошо. Во-вторых, моё впечатление про Москву, первое, мы проехали, можно сказать, практически до центра, мне не понравились улицы, они здесь очень странно спроектированы, настолько странно, что, ну, без навигатора здесь вообще никак не разобраться, это 100%. Также, когда мы въезжали в Москву, я увидела МКАД, он был очень высоким, и меня это тоже удивило. Город-миллионник, город-огромный, и, конечно, все его масштабы можно познать, гуляя по городу, не только в центре. Вот оно, московское метро М, говорят, что московское метро намного скромнее, нежели чем питерское. Ну, все, пойдемте. Так, да, надо запомнить, что садимся мы на метро Савеловское. Здесь у нас вокзал, так что надо не забыть, куда нам возвращаться. Будем разбираться. Так, ну, значит, и да, идем. Здесь вот такие постаматы, я не знаю, назвать. Посмотрим, что здесь и как. Две поездки, осталось внести 120 рублей. Поплатьить банковскую карту, наверное. Ага. В общем, одна поездка у нас в креш и 50 рублей. В микро. Где у нас? Пожалуйста. Где есть контакт? Так, смотрим, что тут все. С опроса, наверное. Одобрено. Так, смотрим. Карты, подготовка карты. Так, вышел. Чек, наверное, какой-то тут внизу. А, вот, смотри. Смотрите, единый. Что это значит? Значит, единый, но на две поездки. Ну, все, там чеки в куче не будем брать. Все. Так, посмотрим. Как? А? А, к перчатке. В общем, надо было прикладывать к желтому. Не сразу разберешься. Я в Питере, когда первый раз оказалась в метро, я тоже потерялась. Ну что, посмотрим на московское метро. Ну, не глубокое. Здесь не глубоко. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы посмотрим разницу питерского и московского метро. Я уже вижу, что здесь не так красиво. Это очень просто. Ничего такого красивого я здесь не вижу. Да, давай подумаем. Надо смотреть на карты. Скорее всего, может, где-то пересадка. Да. Сейчас мы не понимаем, куда нам нужно идти. Нам нужно найти, естественно, какую-то карту метро, потому что, ну, представим, что у нас нет телефонов, и зайти в интернет мы не можем. Нужно разобраться, куда ехать. Карту мы не нашли. Поэтому пришлось пользоваться телефоном. Что сейчас поезда? Буквально три остановки. Нужно сделать пересадку и дальше в центр. Почему я не нашла карту? Не знаю. Посмотрим, что здесь за поезда. Метро. Схему метро мы нашли в самом вагоне. Поэтому даже зайдя в вагон, в принципе, можно тогда разобраться. И вот эта вот схема, которая висит в самом вагоне, там тоже понятно, с какой и на какую станцию ты можешь перейти. Поэтому в принципе, в принципе, можно понять и разобраться. Ну, конечно, бы хотелось видеть прямо на самих станциях вот эти вот схемы, как в Питере, например. Держитесь за корочкой. Ой, следует до станции Чертановская. Мы на Пушкин. Мы на какой? Мы на Чеховской. А, мы на Чеховской, да. А, кстати, вот схема, смотря здесь, схема есть. А в том метро не было, на той станции. Так, это мы где? Чеховская. А, Чеховская. И мы переходим на... Очень, конечно, здесь скромненькие станции. По минимуму каких-то украшений, фресок тоже не так уж и много. А так в целом метро, как в Питере, практически то же самое. Еще обратила внимание, что здесь очень темно. В Питере как-то посветлее. Ну что, мы оказались в центре Москвы. И первое впечатление, что здесь очень много сталинской архитектуры. Очень широкие проспекты. И как-то свободно дышится, да. Наверное, тем и отличается Москва, что здесь очень много пространства. И обратите внимание, какие здесь высокие здания. Много этажей в Питере. Они все-таки пониже. Так как сейчас не час пик, то на улицах достаточно свободно. Машин по минимуму. И что удивительно, в метро тоже мало людей. Но я думаю, если попасть в час пик, точно удивишься. Но пока обычный большой город. Очень чистенько. Дома отреставрированные. И каждая какое-то особенное. И это очень здорово. Вот даже посмотрите на это здание. Наверное, какие-то интересные такие башенки. Но это, конечно, другая совсем сторона нашей России. Самая богатая. Самая роскошная. Куда вливается очень много денег. Это та именно история, когда не может быть некрасиво. Потому что финансирование, конечно, здесь огромное. Со всех регионов сюда, в Москву, в Москву. Поэтому здесь есть чему удивляться. Есть на что открывать рот. И вот такими глазами удивленными смотреть. И идя по улицам, я понимаю, за что люди любят Москву. Здесь есть что посмотреть. Тем временем мы подходим к Красной площади. Да, да, да. Сердце нашей Родины, России. Ох, трепетно. Трепетно, конечно. Потому что раньше видела только на видео, на картинках, на фотографиях. А сейчас всё это вижу вживую. В настоящую величину. Конечно, мы ещё ближе подойдём, но пока вот так вот со стороны увидели. Для кого такие огромные домины? Вот точно гигантомания какая-то. Это вообще, ну просто немыслимо. Это Государственная Дума. А, вот это прямо? Вот это Государственная Дума. Кстати, на Фусаде нет ни одного кондиционера. Значит, все с той стороны. Не ожидала увидеть, так это бомжей в центре города, в центре Москвы. Ну, в принципе, наверное, как и везде. А мы сейчас находимся перед Большим театром. И ЦУМ. Какая прохлада тут от фонтанчиков. Ох, классно. Мы уже проголодались, поэтому мы сейчас идём в Макдональдс покушать. Быстро, сытно. А дальше пойдём, конечно, на Красную площадь. Мы сейчас в центральном детском магазине. Вы просто посмотрите, как здесь красиво. Потолки какие, витражные. Невероятно. Кстати, мы зашли в магазин, нам дали перчатки. И здесь до недавнего времени можно было ходить по заведениям только с QR-кодами. Но сейчас это отменили, поэтому мы легко заходим. Заказали, и сейчас будем кушать, наконец-то. Вот это размер. Это бургер. Острый. Мы сегодня уже увидели широкие проспекты в Москве. И настало, наверное, время увидеть те маленькие улочки. Это Никольская улица. Вот такие вот арочки здесь. Такая пешеходная зона. Я представляю, как вечером здесь красиво, когда всё горит. Видите, разные кафе, рестораны. Ну что, вот она, Красная площадь. Честно, попав сюда, я даже не знаю, что сказать. Просто хочется посмотреть всё это воочию. Вот эти храмы, место, где проходит ежегодно у нас парад. И здесь такая слышимость хорошая. Очень слышно всё, что кричат там в рупор, в рупор экскурсии. Несмотря на то, что мы сегодня спали буквально несколько часов, я очень рада оказаться в Москве на Красной площади, увидеть вживую своими глазами куранты. Кстати, очень вовремя увидеть Красную площадь и прочувствовать на себе, что такое наша столица. Понять, за что любят её, за что сюда приезжают смотреть со всей России. Но хочу сказать, что когда смотришь парад по телевизору, площадь кажется гораздо большей. А на деле она, в принципе, не такая уж и большая. Как здесь помещается столько военных, я не понимаю. Но всё равно это очень интересный опыт. А сейчас мы направляемся к Москве-реке. Там тоже очень красивые виды на город. Когда мы только пришли на площадь, была тучка, а сейчас вышло солнышко. Посмотрите, какая красота. И впереди Москва-река. На реке Москве ходят катера вот такие прогулочные. Ну, очень красивая набережная. Рядом парк Зарядье. Это новый, насколько я помню, парк. Видела про него в интернете ролики. И впереди вот мост, который на какой-то одной опоре, по-моему, стоит. То есть он как висячий, что ли, можно сказать, что так. На весу, в общем. Здания не перестают меня удивлять. Всё такое величественное. Если бы в Питере были бы там, не знаю, трёх-четырёхэтажные дома, то здесь вот просто огроменные. Стоим сейчас на набережной и думаем, вот чем пахнет Москва-река. У неё вот какой-то очень странный запах. Вот вроде бы какой-то даже болотный, я бы сказала. А потом, знаете, вот как-то нюхаем-нюхаем и понимаем, что запах зацветшего аквариума, который никто не мыл. Вот такой вот запах. Нева пахнет по-другому. Нева пахнет вот рекой, вот приятный запах. А здесь он какой-то странный. Но я услышала, что Москва-река очень грязная. Поэтому мне кажется, что... Я вот не знаю, но мне кажется, что здесь не купаются. А вот в Неве купаются. Наверняка среди моих зрителей есть москвичи, поэтому, думаю, мне напишут 100%, как правильно. В общем, всё, погуляли мы и возвращаемся к нашей машине. И путешествие наше по России продолжается. Встаём справа, как правильно будет. Сидим в новом вагоне. Тут проходной, то есть можно пройти полностью весь состав. И нет никаких перегородок. Витражи такие. Очень красиво. Беру свои слова назад. В Москве есть очень красивые станции. И пока мы делали пересадки, я на таких покаталась. В общем, беру слова назад. Всё, мы погуляли по Москве. И теперь мы выезжаем из неё и едем дальше на юг. Время у нас 4.40. И сейчас едем в сторону МКАДа, чтобы выехать за город. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Прямое включение. Время 6.15. И мы только выехали из Москвы. Напомню, мы отъехали, блин, хотелось бы сказать. Нам практически полтора часа понадобилось, чтобы из столицы нашей выехать. И теперь мы попали на платную трассу и едем прямиком на Воронеж, на Ростов, на юг. Остановка у нас в Тульской области. Заехали в какую-то деревню, чтобы никого не было, будем сейчас кушать. Здесь очень такая хорошая заправка лукойла. Ставлю, наверное, даже геолокассу, потому что здесь есть хороший туалет, комната для матери и ребенка. В общем, хорошая парковка, где можно переночевать. То есть, если вы голодный, можно тут сытно поесть. Блин, кофе, чай 240 рублей. Едет цена. Да, заправка такая. Всегда такие цены.